Здравствуйте, ребята! Как вы знаете, наступает замечательный, светлый праздник Новый год! И конечно же, в новом году многие хотят узнать что-нибудь необычное, яркое и волшебное. Но если для кого-то волшебство это Дед Мороз, снеговики, ну или в крайнем случае феи и единороги, то некоторые наверняка просто представить себе не могут Новый год без динозавров, без птеродактилей или же каких-нибудь мегалодонов. Ну, по крайней мере, моё детство было именно такое. Я всегда на любой праздник и даже на Новый год любил ходить только в палеонтологический музей, но и в итоге стал палеонтологом. Если вы тоже чувствуете, что вы палеонтолог в душе, вам наверняка хочется почитать какую-нибудь очень интересную книгу, в которой рассказывают про динозавров, про других древних животных. И желательно, чтобы эта книга была с хорошими картинками и написанная, конечно же, недавно, чтобы там были все самые ценные, самые новые палеонтологические сведения, чтобы вы могли прослыть настоящим профессором среди своих друзей и всегда были в курсе самых последних событий. На мой взгляд, одна из самых лучших книжек, которая в этом может вам помочь, это книга Антона Нерехова и Андрея Аточина, которая называется «Древние чудовища России». Ну и, как вы сами, наверное, догадались из названия, мало того, что книжка новая, мало того, что иллюстрации к ней нарисовал настоящий палео-иллюстратор, то есть специалист, который, можно сказать, всю жизнь только и делает, что рисует динозавров и других животных. Так ещё и эта книга рассказывает про тех животных, которые обитали на территории России. И можно будет узнать, какие животные гуляли вот прямо здесь, возможно, даже на месте какого-нибудь вашего дома. И, возможно, даже эта книжка поможет вам узнать, можно ли где-то рядышком поискать какие-то окаменелости. Именно из этой книги вы сможете узнать про удивительных животных, которых обнаруживали в Пермском крае, которых находили в Архангельской области, таких как невероятные звероящеры вроде иностранцевии или же странные, загадочные, щекастые ящеры-пореазавры. В этой книге вы найдёте информацию и об очень древних животных, таких как, например, панцирные рыбы, которых тоже можно обнаружить на территории России. Конечно же, так как эта книжка рассказывает о животных с нашей территории, здесь будет раздел, посвящённый мамонтам и другим животным ледникового периода. Но, что, наверное, особенно интересно, что в книге рассказывает и про динозавров. Ведь на территории России жили и динозавры, и птерозавры, и даже морские ящеры. В этой книжке вы можете узнать, где жили и как выглядели странные маленькие пушистые кулиндодромии, про динозавра по имени пситтыкозавр, известные также как динозавр-попугай, ну а также про гигантских динозавров-утконосых, таких как амурозавр, ну или же даже про страшных хищников. Ведь, возможно, по территории России породили животные, похожие даже на тираннозавра. По крайней мере, зубы этих животных находили на территории нашей страны. Книга написана хорошим языком, поэтому я уверен, что даже если вы очень юный палеонтолог, то вам будет тоже интересно эту книгу прочитать, но в то же время она настолько захватывающая, что, уверен, даже ваши родители ею заинтересуются. В общем, если вы ещё не читали книгу «Древние чудовища России», обязательно сделайте это уже в новом году, ну или можете попросить родителей, например, купить её вам на Новый год. По-моему, отличный будет подарок. В любом случае, я желаю, чтобы в будущем году вы и дальше были такими же любознательными, дальше продолжали знакомиться и с каналом Дарвиновского музея, и, конечно же, обязательно пришли к нам в Дарвиновский музей, но и не забывали про динозавров и других древних животных, потому что палеонтология – это очень интересно. Искренне ваш Ярослав Попов. До свидания, до встречи в музее!